Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса» Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Кристина Рабина. Чем запомнились анапчанами гостям курорта минувшие 7 дней и как эти события повлияли на жизнь города-курорта, расскажем в итоговом выпуске новостей за неделю. Новая рабочая неделя началась с праздника. 19 января Православная Церковь отметила один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне. Ежегодно в Крещении накануне праздника в православных церквях освещают воду. Считается, что освещается вода во всех водоемах. Окунуться в море в Крещение решили сотни анапчан и гостей курорта. В Анапе в праздничную ночь было организовано три места для купания. На всех установили дополнительное оборудование. Дежурили спасатели и бригады медицинской помощи. Крещенское купание прошло без происшествий. На этой неделе в Анапе продолжилась работа по реализации программы «Доступная среда» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Одно из нововведений – специальная тактильная плитка, которая должна облегчить передвижение людей со слабым зрением. Специальную плитку укладывают по улице Крымская. В следующий этап предусмотрены программы адаптации остановочных комплексов, специально оборудованных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты Управления муниципального контроля провели ряд проверок по соблюдению правил благоустройства. Некапитальные строения в Анапе демонтируют. Речь о торговых и экскурсионных объектах, документы на которые не оформлены по закону. Привести ревизию в курорт на Анапе потребовал глава города Сергей Сергеев. Специалисты Управления муниципального контроля проверяют у предпринимателей договоры аренды на земельные участки. Если срок аренды закончился, собственники должны убрать торговые точки самостоятельно. Либо после предупреждения это сделают представители администрации. Все объекты вывозят на специальную площадку для хранения. Борьба с нелегальной торговлей алкоголем на курорте идет постоянно. Ценаправленно и ежедневно, а не от одного курортного сезона к другому. Сотрудники полиции только на этой неделе изъяли из закусочных почти 3000 литров алкоголя на розлив и в бутылках. Закусочные вина Кубани покупателям предлагали большой выбор вин на розлив, а также коньячных напитков якобы из деревянных бочек. Но, как это обычно бывает в подобных случаях, за прилавком суррогат был разлит пластиковые бутылки, коробки и кеги. Кроме алкогольной продукции местного производства, здесь торговали спиртными напитками известных российских зарубежных марок. Выполнить требования сотрудников полиции представить разрешительную документацию продавец не смогла. Сотрудники полиции изъяли из продажи 1200 литров алкоголя. Вся продукция пройдет экспертизу. Еще одно нарушение по адресу Промышленная, 16. В магазине закусочные хозяева и реализаторы предлагали купить алкоголь по оптовым ценам, но проверку предприниматели не прошли. Назвать торговцев предпринимателями было бы неправильно. На руках не оказалось документов о предпринимательской деятельности и реализации алкогольной продукции. Договор аренды тоже оказался проблемой. В результате проверки изъято более 1500 литров алкоголя. Собственник торговой точки привлечен к административной ответственности. По поручению главы города Сергея Сергеева специалисты управления сельского хозяйства еженедельно проводят мониторинг цен на ярмарках, привозах, рынках и магазинах города. Учитывая средние показатели по краю, рекомендуют продавцам цены, которых они должны придерживаться. Заместитель главы города Александр Колесников лично проверил цены на сельхозпродукцию и благоустройство территории ярмарок. Продавцы, допускающие нарушения и завышающие цены, не будут принимать участие в привозе. По данным мониторинга, цены на основные виды сельхозпродукции в Анапе остаются стабильными. Значительного ценового роста на этой неделе не зафиксировано. Счастливый январь для дошколят и их родителей. 21 января в Станице Анапской в детском саду «Ласточка» открыли новые модульные пристройки. Дополнительно «Ласточка» приняла на воспитание 80 малышей. Маленьких анапчан с таким знаменательным событием поздравили заместитель главы города курорта Людмила Мурашова и председатель совета Леонид Кочетов. Почетное право перерезать красную ленточку предоставили Людмиле Мурашовой и воспитаннику детского сада Савелию Сахарову. После всех гостей пригласили на экскурсию по корпусам. Детский сад «Ласточка» ждет большое будущее. В этом году на его территории начнется строительство нового капитального здания, на месте старого, которому больше полувека. Глава города Сергей Сергеев провел совещание по реализации дорожной карты, капремонту и строительству детских садов. Заместители главы, начальники управления отделов администрации, а также руководители образовательных учреждений обсудили развитие дошкольного образования в Анапе. В актуальной очереди от 3 до 7 лет 1810 детей, в том числе 1040 детей, а это больше половины, идут по льготной очереди. В этом году продолжат практику строительства быстровозводимых модульных зданий. Также для строительства новых детских садиков уже определены площадки и готовится проектно-сметная документация. Согласно дорожной карте, к концу года детская очередь должна сократиться на 946 человек. Вот такой мы увидели уходящую неделю. Смотрите сегодня в итоге мы в выпуске программы. Глава города Сергей Сергеев провел выездной прием граждан в селе Супсех. На Кубани действует новая жилищная программа «Жилье для российской семьи». С 23 января по 23 февраля в Анапе пройдет военно-патриотический месячник. Разработан насыщенный график мероприятий. И сейчас обо всем подробнее. Глава города Сергей Сергеев провел выездной прием граждан. Жители Супсехского сельского округа задавали вопросы, касающиеся водоснабжения, электрификации и благоустройства. К Сергею Сергееву заместителям главы и руководителям управления администрации обратились 36 анапчан. Озвученные вопросы о проблемах с водоэнергоснабжением, о благоустройстве населенных пунктов и ремонту сельских дорог. Светлана Мацюк приехала на прием из села Суко. Главная проблема переулка Тихого, где она проживает, низкое напряжение электросетей. Сети давно не ремонтировали. К решению вопроса глава подключил начальника анапских районных распределительных сетей Сергея Шевчука. Выяснилось, ведется проектная работа по строительству новой подстанции. Беседа мне очень понравилась в том плане, что когда зашла и задала самый главный вопрос по напряжению, который волнует у нас в принципе сейчас многих, глава сразу пригласил начальника райэлектросетей. И в принципе все остальные вопросы я уже задавала непосредственно ему, на что он пообещал, что в начале мая начнут строительство новой подстанции и нам обещают хорошее напряжение. Глава подчеркнул, к людям нужно относиться уважительно, особенно в аварийных ситуациях, когда поступает много звонков в аварийно-диспетчерскую службу. Диспетчерская служба должна работать на ура. Когда авария, у вас должны быть запасные люди. Сами выслушайте, что отвечает. Понимаете? Какие работы? Люди хотят просто знать. И все, они не будут уже вести себя так. Жители Супсеха, Варваровки и Суко задавали вопросы по водоснабжению, газификации отдельных улиц, ремонту дорожного покрытия, благоустройству автостоянки у храма Варваровки. Были и другие вопросы. Развитие сети интернет в селе Супсех, создание этнографического подворья. Проект интересный, отметил Сергей Павлович, но для его реализации нужен инвестор. А вот с критическим мнением Анапчанки о сфере культуры города-курорта, мэр не согласился. Одни из первых краев по расходам на душу населения в отрасли культуры. Вы знаете об этом, нет? Нет. Она. И у нас культура одна из лучших в Краснодарском крае. Вообще. Мы развиваем и греческую, и армянскую культуру, и кубанскую, нашу казачью, и общероссийскую. Жители благодарили за уже проведенный газ и другую проделанную работу в округе. Мы очень благодарны выездным приемам граждан. Это очень облегчает работу и нашего главы, и людей. То есть они спокойно приходят, записались предварительно, что тоже очень удобно. Кроме этого, очень удобно то, что приезжают все специалисты и замы. После приема граждан Сергей Сергеев выехал по нескольким адресам, указанным в заявлениях анапчан, чтобы лично оценить ситуацию. На Кубани действует новая жилищная программа «Жилье для российской семьи». В рамках этого проекта приобрести квартиры эконом-класса могут малообеспеченные категории граждан. Желающим выгодно приобрести жилье стоит поторопиться. Прием заявлений на участие в данной программе завершается 31 января. В городском жилищном отделе принимают заявления нуждающихся в жилье анапчан. В рамках программы «Жилье для российской семьи» можно принять участие в долевом строительстве или приобрести жилье по договору купли-продажи. Для участия в программе необходимо подтвердить наличие собственных или заемных средств. С 24 декабря по 31 января можно подать заявление на приобретение жилья экономического класса в городе Краснодаре по улице Кирилла Россинского и в поселке Прикородном Красунского округа города Краснодара. Стоимость квадратного метра 30 тысяч рублей и могут участвовать определенные законам Краснодарского округа определенные категории граждан. В первую очередь это граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, малоимущие граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях, работники государственных и бюджетных учреждений, молодые семьи и участники государственных и муниципальных программ. Необеспеченными считаются граждане, общая площадь жилья которых менее 8 квадратных метров на человека. Независимо от занимаемой площади, участвовать в программе могут многодетные семьи, участники боевых действий или семьи с двумя детьми, получившие материнский капитал. Подробную консультацию можно получить по телефону 529-68 или обратиться в жилищный отдел по адресу улица Крымская, 185, кабинет 1. Земля славится своими героями. Память о них бережно хранят сотрудники музеев. Наш следующий сюжет и станица Анапская. 23 января в музее станицы открыли мемориальную доску в честь Ивана Трущенко. Два значимых события в станице Анапской приурочили к открытию месячника оборона массовой и военно-патриотической работы. После ремонта и реконструкции открылся станичный краеведческий музей. Здесь проведена большая работа. Обновлен фасад и кровля, новые полы, отремонтировано помещение. Сделано все, чтобы экспозиция этого музея располагалась в аккуратном помещении. Другое историческое событие – открытие мемориальной доски Ивану Трущенко. Участнику Великой Отечественной войны, журналисту, краеведу и создателю этого музея, который с 1995 года носит почетное звание народной. Мы низко кланяемся ему за его большую работу. Она особо важна сегодня. Напоминаю, что сейчас год, в этом году будет 70 лет со дня победы Великой Отечественной войны. И для нас это уникальная возможность напомнить нам, прежде всего, самим, почтить память наших отцов и дедов, а также рассказать нашим детям, на самом деле, что это такое была Великая Отечественная война. Главным делом жизни Ивана Сергеевича стало создание Станичного народного музея, которому он посвящал каждую минуту своего редкого свободного времени. В этом музее он работал всю свою жизнь. Краеведческие материалы Ивана Трущенко публиковались на страницах анапских, краевых и российских изданий. Иван Сергеевич был неутомимый человек, очень любознательный, любил историю. И куда бы ни приехал, везде дотошно уточнял, нет ли там каких-то интересных вещей, каких-то экспонатов. Могут ли люди, часто беседуя с ними, пояснить историю нашей станицы. И этот музей – это его кровное детище. Теперь мемориальная доска с его портретом расположена на стене здания, которым он посвятил столько лет своей жизни. Светлая память об Иване Трущенко всегда будет жить в сердцах его благодарных земляков. Наверное, ему сейчас приятно. Мне кажется так. О том, что все-таки столько лет прошло, и земляки его помнят, и почтили его память таким образом. Я думаю, мне лично, как сыну и его внукам, это очень приятно. Депутат ЗСК Николай Иванюшкин, заместитель главы Александр Колесников, председатель Совета ветеранов Анапского сельского округа Эдуард Мавян, перерезали красную ленту, тем самым ознаменовав открытие отдела краеведения. Всех участников церемонии пригласили на экскурсию по музею и на экспозицию «История Великой Твореньи». В сквере боевой славы прошел митинг памяти погибших, отметив старт военно-патриотической акции. С 23 января по 23 февраля в Анапе проведут масштабную патриотическую работу. График расписан, мы будем рассказывать о значимых, важных и наиболее интересных событиях. А пока торжественное открытие в материале нашего корреспондента. Жители и гости Анапы, казаки, представители администрации города традиционно собираются в сквере боевой славы 23 января, чтобы всем вместе дать торжественный старт месячнику обороны массовой военно-патриотической работы. Маленькие казачата, кадеты, школьники и студенты. В этом году, как никогда, митинг собрал очень много молодежи. Почетными гостями, конечно, стали ветераны. Сегодня к скверу прибыли и участники автопробега ДОСАВ по местам боевой славы Анапы. Курсанты Института береговой охраны ФСБ России и ветераны боевых действий. Удивило лишь, что среди такого количества людей в форме, объединенных общим духом патриотизма и уважения к истории нашего города воинской славы, не было первых лиц силовых ведомств. Всех собравшихся в сквере приветствовали глава города-курорта Сергей Сергеев, депутат ЗСК Николай Иванюшкин, председатель Совета ветеранов Анатолий Гапонов. Я уверен, что в год Великой Победы, в год юбилея Великой Победы, 70-летие, это мероприятие не закончится через месяц. Оно будет продолжаться. И из тех молодых людей, которые принимают участие здесь, которые примут участие в наших школах, в других учебных заведениях, вырастут достойные люди, достойные защитники Отечества. В течение месяца в Анапе пройдут десятки мероприятий военно-патриотической направленности, среди которых честование ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, шефские выездные концерты в войсковых частях Анапского гарнизона, уроки мужества в школах и гимназиях, спортивные соревнования, демонстрация фильмов героико-патриотической направленности и многие другие. Мы планировали и проводим мероприятия, чтобы дети, например, викторины на тему воинской славы России и Кубани, сочинения на тему «Наша малая родина Кубани и ее герои», чтобы дети интересовались, покопались в библиотеку, зашли, покопались в литературе, нашли источники, кто наши герои. Нам надо, у нас много, страна героическая у нас, народ героический, но надо, чтобы знали историю своего родного края. В рамках месячника управления по делам молодежи, молодежным центром 21 веки, патриотическим центром «Радмир» у нас запланирована масса мероприятий, спортивной направленности, допризывной мероприятий в рамках допризывной подготовки молодежи, творческой. Николай Иванюшкин поблагодарил Сергея Сергеева и депутатов Совета за поддержку предложения присвоения новому участку набережной имени Николая Кузнецова, адмирала флота Советского Союза. Также Николай Егорович предложил установить на курорте памятник легендарному главнокомандующему ВМФ. 356 наших земляков удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Вечная память героям, отдавшим заочистну свою жизнь. В сквере славы наступила минута молчания. После залпа к вечному огню возложили венки памяти от губернатора Кубани Александра Ткачева из ИСК, от участников автопробега, казаков и всех благодарных конопчан. Цветочные корзины также возложили к памятным знаком воинам, погибшим в Афганистане и в Чеченской Республике. Красные гвоздики на плитах братской могилы – как символ вечной памяти и скорби о погибших. Бессмертный подвиг тех, кто не вернулся из боя. И в продолжение темы. Утро пятницы у новчан началось автопробега. Участники маршрута и идея подробности смотрите прямо сейчас. Ветераны Великой Отечественной войны, студенты и ребята из Центра патриотического воспитания «Ратмир» стали участниками автопробега. Именно этим действием по традиции открывают череду военно-патриотических мероприятий. И не только в Анапе, хотя с участием анапчан. Сегодня же точно такой же автопробег, краевого значения, проходит в Новороссийске. Вот у нас сейчас ушел экипаж туда. От нашего до СААФа ушел экипаж для участия в этом автопробеге. Такие мероприятия важны для ветеранов. Это знак уважения и благодарности. Для детей – повод почувствовать гордость за дедов и прадедов. Автопробег – это не просто поездки по памятным местам, как может показаться на первый взгляд. Это путеводитель по истории Великой Отечественной войны и Великой Победы. Участники автопробега возложили цветы к памятникам и мемориалам. Мы узнали еще об одном событии, важном для жизни города. Подробности прямо сейчас. На месте полуразрушенного здания военкомата идут работы. Помещения с обрушенной стеной демонтируют, а участок готовят для благоустройства. Улица Крымская будто вздохнула. Старое здание военкомата, буквально нависавшее над тротуаром, в самом центре города демонтируют. Строительный мусор вывозят на свалку. В том здании, что еще может послужить, продолжают работать сотрудники военкомата, но это временно, пока не будут отремонтированы и подготовлены новые помещения для военных. После того, как территорию расчистят от мусора, рабочие примутся за ее благоустройство. Продолжаем выпуск. Внесены изменения в федеральный закон, регламентирующий сроки проведения проверок и правила их осуществления. Какие именно приняты изменения, мы попросили прокомментировать начальника территориального отдела Роспотребнадзор по городу-курорту Анапа Ларису Медведеву. Она сегодня наш гость в студии. Продолжаем выпуск. Внесены изменения в федеральные законы, согласно которым осуществляется государственный контроль в части проведения проверок. Какие именно приняты изменения, мы попросили прокомментировать начальника территориального отдела Роспотребнадзор по городу-курорту Анапа Ларису Медведеву. Она сегодня наш гость в студии. Лариса Владимировна, здравствуйте. Добрый день, Кристина. Добрый день, уважаемые жители и гости города-курорта Анапа. Действительно, с 23 января 2015 года вступает в силу дополнение федеральный закон 294 ФЗ о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и надзора и муниципального контроля. То есть тогда, когда государство проверяет действительно деятельность юридических лиц и предпринимателей, соответствует ли она требованиям федеральных законов, федерального закона санитарного законодательства и законов в сфере защиты прав потребителей. Эти дополнения, первое, что хочу сказать, они, во-первых, касаются только в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. И это дополнение позволяет при осуществлении государственного контроля и надзора, именно, опять-таки, в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, устанавливать другими федеральными законами особенности организации и проведения проверок. Такие особенности определены путем внесения дополнений в статью 13 другого закона федерального, это закона 29 ФЗ о качестве и безопасности пищевых продуктов. Исключается предварительное уведомление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство пищевой продукции, оборот пищевых продуктов, то есть это торговля, и оказание услуг общественного питания о начале проведения внеплановой выездной проверки. А вот внеплановые проверки проводятся по другим основаниям. Какие это основания? Во-первых, контроль предписания ранее выданного должностным лицом территориального отдела, или же это проверка внеплановая по указанию президента по поручению правительства. Также, когда по жалобам, по обращениям организуется внеплановая проверка, согласованная с прокуратурой, тоже ранее орган госконтроля, в частности территориальный отдел Роспотребнадзора, за срок не менее чем 24 часа должен был уведомить предпринимателя или юридическое лицо о начале с такого-то времени проверки. Конечно же, это давало возможность устранить несоответствие, нарушение, и иногда мы имели информацию, что буквально за ночь вывезено вино, за ночь заменена полностью вся продукция, и в результате, когда приходил федеральный инспектор, выяснялось, что нарушения как бы такового и нет. Естественно, мы не могли привлечь ответственных лиц к административной ответственности. Надеюсь, что сейчас эти вопросы будут решаться более как бы оперативно, и нарушения будут выявляться наиболее активно и часто. Также хочу дополнительно сказать, что изменения и вступили с 1 января 2015 года различными законами тоже, и в статьи различные КОАП, в части ужесточения санкций. Ну вот, в частности, мы разговор, например, здесь ведем об обороте пищевой продукции и услугах общественного питания. Статья 6.6, которая ранее предусматривала штраф на индивидуального предпринимателя до 3 тысяч рублей, она сегодня будет уже начинаться с 5 тысяч. И вчера буквально я уже выносила штрафы по этой статье, которые начинались с 5 до 10 тысяч, а на юридических лиц с 30 до 50 тысяч. То есть санкции ужесточаются. Спасибо, Лариса Владимировна, за Ваш комментарий. Вам желаем всего доброго и спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо, здоровья всем. Мы продолжаем цикл репортажей, посвященных 70-летию Великой Победы. И сегодня представляем очередную главу этой истории – «Начало войны». Какой встретила ее Анапа и как готовилась к защите? Довоенная Анапа – город белых акаций, тихий курортный городок. 18 тысяч населения, 22 здравницы. Люди, как и сейчас, готовились к курортному сезону. Но ему суждено было завершиться, еще не начавшись, 22 июня 1941 года. Приказом номер один от 24 июня 1941 года по Анапскому гарнизону Северо-Кавказского военного округа Анапа, как портовый и пограничный город, перешла на военное положение. Началась массовая мобилизация. Город готовился к обороне. В первые же дни сотни анапчан ушли на фронт. Очередь стояла в военкоматах. Люди записывались и стар, и мал. 14-летние ребята прибавляли себе года 2-3, уходили. Анапа стала на такой военный режим. Анапе гитлеровцы отводили огромное значение. Это была база, которая связывала Таманскую группировку с Крымом. Поэтому вокруг Анапы были сконцентрированы большие силы румын и немцев. С конца 1941 года противник начал разведывательные полеты и налеты бомбардировочной авиации на Анапу и Новороссийск. С воздуха Анапские рубежи охранял 7-й авиаполк военно-воздушных сил Черноморского флота, на вооружении которого были самолеты МиГ-3 с двумя крупнокалиберными пулеметами на борту. МиГ-3 выпускались в 1939 году и имели на вооружении, если посмотреть, два пулемета 12,7 калибра бронеспинка. Летчик Севряков 28 апреля совершил первый воздушный таран. Бражируя над базой Новороссийска, он заметил в облаках вражеские бомбардировщики и смело кинулся в атаку. Подбил один вражеский самолет, внеся тем самым замешательство в гитлеровской группе летчиков, которые, опомнившись, ответили шквальным огнем. Машина Севрякова была вся в пробоинах. У нас очень невыгодное место. Это район скорой помощи. Там ни взлетных, ни посадочных площадок не было. Взлет и посадка в сторону моря. Если чуть-чуть опростоволосился, не набрал высоту положенную, будешь в море. Место дислокации полка было на просторной площадке Высокого берега. Там, где сегодня находится автодром. Чуть правее в годы войны стоял временный барак, служивший столовой для летчиков. А штаб располагался в доме Пеленко, на территории современной первой школы. Немцы заложили заряды по углам. И один, который самый... Это наверху, где плоская крыша, это была надстройка. Там с площадкой или как-то гарочная. Трое ребят. Гарри Василий Самородов, Виктор Петрович Дашко и Ким Стадников. Повытаскивали эти заряды. А вверху все же взрыв произошел. И вот произошли эти трещины. Которые сейчас даже видно их. Трещины, вот они идут, трещины. Недавно Храброву Василию Ивановичу исполнилось 80 лет. А во время войны 13-летним мальчиком он прибегал на военный аэродром, помогать летчикам. Здесь он впоследствии и стал механиком. С Анапского аэродрома на боевые задания вылетали летчики Николай Сава, Егор Рыжов, Федор Егоров и многие другие. В 42-м году Сава, Николай Иванович, летчик, уже старший лейтенант, уже почти представление на Герой Советского Союза. 10 января он сбивает 8-й самолет. А 14 января, 13.55, МИГ-3 зацепился в водонапорную башню, которая здесь, где в Баршколе была. Вот здесь, на месте 2-го КПП Моршколы, в годы войны стояла водонапорная башня, высотой примерно с трехэтажный дом. В нее врезался подбитый советский самолет. Пролетев вдоль улицы чуть более 50 метров, самолет потерпел крушение. Пилот погиб. В мае 42-го года из курсантов Ейского авиационного училища был сформирован 46-й авиаполк, единственный в то время, который летал на учебно-тренировочных самолетах. За время боевых действий 46-й штурмовой авиаполк произвел около 800 боевых вылетов. А базировался полк в районе станицы Анапская и Алексеевского микрорайона. Утята. Так ласково называли самолеты УТ-1 летчики. Поднимались группами, как на полигоне. Выстреливали боеприпасы и быстро возвращались на место дислокации. Бывало и так, что летчики даже не вылезали из кабин. Самолеты пополняли боезапасами, заправляли и снова отправляли на задание. Летчики пилотировали практически на фанере, но это не помешало им геройски заблокировать Новороссийское ущелье, преградив путь вражеским танкам. На сегодня это вся информация. Далее блок полезной информации от партнеров программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Поступила новая коллекция одежды, платья вечерние на каждый день. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». КОНОМ «Новости» Продолжение следует...